Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хотелось бы с вами поговорить о графике шизоида. Очень так, каратенечко постараюсь. В общем, в чем смысл? У шизоида тоже проблемы с графиком, но не такие, как у истерика или там у гипертима. Дело в том, что шизоид, он замкнут во внутреннем мире, в своем. И, соответственно, поэтому ему тяжело вставать к определенному времени. Ему тяжело совершать рутинные те или иные поступки, потому что психика у них движется как бы определенными толчками. То есть он получил творческий запал, он может в этом творческом запале проработать месяц, потом уйти в какой-то отдых или в другую творческую деятельность, или он будет что-то просто читать книги и опять пребывать в внутреннем мире. То есть он что-то дал внешнему, там, в виде какого-то произведения искусства, допустим, он картину нарисовал, и дальше он делает что-то такое, он как бы пребывает внутри себя. Ну и таким образом даже, можно сказать, восстанавливается. И сюда не вписывается обычная деятельность человека. У шизоида очень специфическая работа. Он на самом деле очень многое отдает, потому что очень глубоко погружается в работу. Они не поверхностные, как, допустим, гипертин или стероид. Они могут досконально изучить вопрос, который им действительно интересен. Ну, конечно, понять его своеобразно. Они как такой буфер. Сознание уже в момент того, когда туда залетает информация, оно преобразовывает эту информацию в очень интересные структуры. Но, тем не менее, на выходе, если шизоид все же довел дело до конца, ну, тоже с этим у них таких проблем глобальных, как у гипертин, у истерика нет. Бывают. Годами может он делать свое произведение. Но, тем не менее, если он доделал, то, скорее всего, это будет качественно, но очень экстравагантно. Поэтому я бы все-таки не доверил шизоиду делать что-то о сроках, имеющие какие-то конкретные сроки. И я бы не доверил шизоиду все же делать что-то, что имеет какую-то целостную структуру. Ну, когда они талантливые архитекторы или там машиностроители какие-то, вот все связанное с точными науками, это редкость. Это может быть, но какие-то примеси, может быть, там еще есть. Все-таки, когда это абсолютно абстрактное искусство в виде картины и прочее, я считаю, самое лучшее получается у шизоидов вот такая направленность. Там какие-то сайты делать. Вот то, что имеет максимально свободный творческий процесс. Чем свободнее творческий процесс, тем проще двигаться шизоиду. Чем больше он, соответственно, замыкается, тем шизоиду двигаться сложнее. И если график замыкает шизоиды, чем сильнее он его замыкает, тем, соответственно, шизоиду в этом графике сложнее существовать. Если графика в принципе нет, вот у один мой знакомый программист, он работал в какой-то компании, там можно было приходить во сколько ты хочешь, нужно было отсидеть энное количество времени, допустим, 8 часов, и, соответственно, уйти с работы, проделав там какую-то работу. Еще у них был диванчик, PlayStation и гитарки там какие-то еще. А, еще шумовая скамья даже у них была. Он смеялся, так говорил. Мы, конечно, никто из них не жали. Шизоиды, спорт – это редкость. Вот, ну, как бы вот была, там у них вещи на ней какие-то лишали. Вот, поэтому, соответственно, так, дорогие друзья, вот так у шизоида с графиком. График на шизоидов действует негативно. Он как бы продавливает их, они могут такую как депрессуху словить, особенно, если начальник эпилептопит с ругал за это. Для шизоида нужна максимальная свобода. Тогда шизоиду будет хорошо. С вами был Кравцев Сергей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и да пребудет с вами здоровье, дорогие друзья. Я всех жду на своих консультациях онлайн. Субтитры сделал DimaTorzok